Не только люди нуждаются в защите, но и любое оборудование, например, спутники в космосе. От чего нужно их защищать и как лучше это сделать, узнаете в нашем следующем сюжете. Исследователи Санкт-Петербургского университета Института информационных технологий, механики и оптики и научно-производственные объединения специальные материалы представили новый полупроводник на основе оксидов галлия и алюминия, который лучше переносит воздействие космической радиации. Из данного материала можно создавать электронику для космических аппаратов. Например, в космосе очень много спутников, и каждый из них выполняет свою миссию. Отвечают за спутниковую, сотовую связь, интернет, телекоммуникацию и за многое другое. Объединяет их одно. Есть заряженные частицы, которые их непрерывно бомбардируют, и есть поток солнечного ветра. Если на Земле мы защищены атмосферой, то в космосе радиация в разы больше. А если мы уходим в далекий космос, то есть оказывает заново гнитосферы Земли, то радиация еще больше усиливается. Речь идет про заряженные частицы, конечно. Полученный материал потенциально может быть применен для новых космических аппаратов, но ученые не исключают, что его можно будет использовать и для земных приборов, которые работают в условиях повышенного радиационного фона. И электромагнитное излучение, и заряженные частицы могут достаточно... Они обладают очень большой энергией, и, соответственно, они могут достаточно эффективно нарушать работу аппаратуры. Проблема воздействия космической радиации была всегда, но именно сейчас придумали наиболее эффективный материал, который сможет защитить спутники, говорит Роман Жучков. Энджи Минюбаева, Универтньюз.